Продолжим наше занятие в школе духовного и физического совершенства. Итак, курсантка пишет про понятие духовности. Я вам говорил, у каждого человека в зависимости от степени его наработок жизненных, что понятия духовности различны и трудно что-либо там доказать, рассказать и так далее. Просто он находится на этой стадии и для него это все понятно вот так вот, знаете, легко и просто, без углублений. Итак, понятие духовности. Трудно дается мне это понятие. Если в более высоком смысле, то это наличие у человека такой силы, с помощью которой они могут делать необъяснимые для обычных людей вещи, чудеса. Ну, как правило, как правило, силу-то эту нарабатывают за счет определенных, есть технологии развития духовных качеств у человека. И эта технология давным-давно известна. Насколько вы ее, так сказать, в каком объеме ее применяете, в таком объеме начинают у вас появляться с развитием вашей собственной энергетики, понятия, встраивания в окружающее пространство. У вас начинают появляться и силы, с помощью которых могут делать необъяснимые для обычных людей вещи, то есть чудеса. И при этом эти чудеса, знаете, это делается не столько по воле человека, который обрел эти силы. Оказывается, эти силы как дали, так могут и забрать. То с учетом, будем говорить, нужности и разрешения более высших, можно так сказать, кураторов, которые дали эти силы за ваш подвижнический труд. А если более применительно ко мне, как к обычному человеку, духовность – это внутреннее состояние человека душевное, которое формируется в процессе работы над собой, оно не от рождения. Тут, конечно, довольно-таки сложная вещь. Дело в том, что, если мы сейчас берем такое понятие, что от прошлых жизней у нас имеется кое-какой опыт, кое-какой опыт, который в этой жизни просто-напросто вспоминается. Это одно. А другое дело, наработка обычного сознания – это другое. Я уже вам рассказывал, на основании органов чувств возникают банки памяти, ум там сличает и пошло-пошло, формируется характер и так далее, и так далее, и так далее. Так что человек, опять-таки я все ссылаю, знаете, это мое мнение, на основании опыта предыдущих жизней он попадает в такую среду, в такие условия, в которых, как бы сказать, начинают вот эти все вещи проявляться дальше. То есть, чтобы он их развил дальше, если там, ну, на чем-то он там остановился. Ну, примерно так, чтобы шла духовность. Так, понуждение себя к любви ближнему, к несуждению, к благотворительности и так далее. Знаете, тут вот непонуждение, если вы понуждаете себя к чему-либо, это уже и есть насилие. И, как правило, насилие над своим собственным сознанием ни к чему хорошему не приводит. А вот осознание той или иной ситуации, понимание того, что человек, который рядом с тобой, ближний, он такой же, как ты, и идет по пути своего собственного развития. Чего у него тогда брать? Вот то, что, будем говорить, вот эти материальные блага, вот это да, можно взять. А то, что наработаны, будем говорить, вот эти вот духовные способности, духовная мощь, а ее не отнимешь никак. Это уже чисто твои личные наработки. И тут, когда ты начинаешь понимать, что у этого рядом с тобой живущего человека взять-то нечего, а просто он является для тебя примером, либо учителем, то тогда возникает и любовь, что он такой же, как ты. Не осуждение. Отсюда возникает и не осуждение. Ну, первоклашка, а ты, допустим, десятиклассник. Чего тут осуждать? Он просто-напросто, ну, еще не созрел для таких понятий. К благотворительности. Знаете, и вот такое понятие, как благотворительность, вроде бы дело хорошее, вроде бы дело хорошее, но опять-таки, вот если по большому счету взять, вот все мы живем и взаимодействуем с окружающим пространством. Как говорится, вот если все это бы нормально было, бери не хочу. Пожалуйста, бери, бери, вот сумей взять, сколько тебе надо. Но получилось так вот это вот, что появилось такое понятие, как благотворительность, что кто-то взял больше, чем ему надо. Или так получилось, что вот у него больше там. И все это вот возникло из-за того, что возникли вот эти вот общественные законы, вот которые тут, знаете, на частную собственность, на то, на все это мое и так далее. То есть все захапалось, распределилось, и, грубо говоря, и тебе уже и места нету, чтобы взять из каких-то там благ. И более того, настолько это все, значит, устоялось, застолбилось, что человеку буквально-таки из жизни жить оказалось не один. Как кроме что, знаете, вот это вот все мое, значит, ты кроме что можешь вот таким-то, таким-то, таким-то быть. То есть общество глубоко несправедливо. Глубоко несправедливо. И вот такое понятие, как благотворительность, оно вот получилось из-за того, на основании этой несправедливости. Я уже, как бы сказать, человек хочет как бы там, ну вот, благотворительностью заниматься тем, семь, пятое, десятое. Ну, грубо говоря, вот, у человека имеется забот. Вот одних людей он эксплуатирует, значит, получает, значит, дополнительную прибыль, и уже эту прибыль начинает кому-то там раздавать. А может быть не эксплуатировать их, а как там более, знаете, на равных все это дело сделать. То есть, чтобы эта прибыль справедливо там делилась уж, на то пошло. Короче, над этим подумайте самостоятельно. Тогда и одаривать никого не надо. Каждый получит. Согласно своим собственным усилиям. Ну, говорю, вот, вот, современное общество привело к тому, что тут все поделилось. И будущим поколениям просто уже делить нечего. Им остается идти в батраки. Закрепляясь, они перерастают в привычки, образ жизни. И это как раз и отличается от более низкого уровня духовности. Закрепляясь, закрепляясь. Знаете, вот, по-настоящему духовные люди, вот, вы слушайте сейчас меня. Вы почитайте «Жития святых», 12 книг. Вот я прочитал «Жития святых» 12 книг разок. Сейчас я перечитываю по новой и уже для себя делаю кое-какие отметки. И вот там вы, вот там, найдете очень много примеров, что люди, чтобы вот не жить вот в таком вот миру, где процветает вот это вот товарно-денежное отношение, они уходят там, допустим, куда-то в скиты, куда-то в затвор, еще куда-то там. Вот. И живут вообще без каких-либо там, этих самых, других людей. Либо же там отдельный, там, будем говорить, вот скит, это монастырь. И они обслуживают себя сами. Обслуживают себя сами и этим довольны, и этим живут. И не собираются что-то производить на продажу, или еще на что-то, или еще на что-то. И вот что тут получается? Какой-то низкий уровень духовности, высокий уровень духовности. Я считаю, это какие-то ложные вещи, которые порождены вот этим нашим материальным миром. Так, дальше буду писать ответ на видео побуждение урок первого совложения в...